МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для всех в Чебоксарах прошел инклюзивный концерт. Взаимный интерес определен. Следующий шаг – реализация проектов. В Доме правительства подвели итоги визиты японской делегации в Чувашию. За два дня гости посетили ряд крупных предприятий и познакомились с работой технопарка «Кванториум». О первых результатах деловой миссии. Сюжет Дмитрия Ковалева. Это сувениры для всех. Брелки и магниты с оригинальными принтами изготовили ученики детского технопарка. Для ребят «Кванториум» – место, где можно познавать все тонкости точных наук. Недавно юные биологи разработали модель инновационной теплицы для дома. В целом все работает, даже растет. Со временем поменяем освещение на специальное и перейдем в промышленность, где может быть возможным. В «Кванториуме» детей обучают молекулярной физике, робототехнике и IT-наукам. Гости из страны восходящего солнца говорят, что технопарк – это яркий пример того, насколько серьезно в республике подходят к подготовке кадров. «Сходство Японии и Чувашской республики. Сходство обозначает, что у вас нет ресурсов нефти и газа. Япония – нет нефти и газа. Но за то, что у вас есть, что у нас есть – это люди, людские ресурсы. Надо, Япония, нам надо догнать вас». Программу рабочего визита в республику для гостей страны восходящего солнца составили с прицелом на ближайшие годы. Не прошло и двух дней, а чрезвычайный полномочный посол уже обозначил точки взаимодействия сторон. К примеру, на кондитерской фабрике планируют разработать индивидуальную рецептуру конфет для японцев. «Японцы тоже любят сладости, но любят низкокалорийные сладости. Поэтому договоренность о том, что рецептуру подобного рода разработают. И министр пообещал вести на рынок Японии». Ожидается, что предприятия республики совместно с одной из японских компаний примут участие в проекте «Развитие Сахалина». «Очень интересно было посещение предприятий «Сейсли» по производству, в том числе танк-контейнеров, которые в последующем вместе с корпорацией «Хитачи» будут реализованы именно в этом проекте». «Это, мне кажется, еще один был убедительный шаг на сторону того, что мы с японскими компаниями выстраиваем доверительные отношения как раз в духе тех мероприятий, которые проходят в Российской Федерации под эгидой года Японии в России». Глава республики отметил, что устные договоренности должны притвориться в реальные проекты. «И дальше по шагу, поэтапно надо двигаться. И то, что они увидели, что мы рядом с федеральной трассой строим завод и в июне месяца запускаем, это высокотехнологичное производство». Дальнейшие планы с японской стороной глава республики намерен обсудить на полях экономического форума в Санкт-Петербурге. В его работе примет участие и премьер-министр страны Синдзо Абе. Для регионов это неплохой повод расширить двухсторонние связи. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Субсидии на оплату услуг ЖКХ, поддержка многодетных семей и сельских специалистов, льгота ветеранам труда и тыла. По данным первого квартала 2018 года в Чувашии социальные выплаты получают более 300 тысяч жителей. Один из приоритетов – поддержка семей с детьми. Здесь предусмотрено 18 различных видов выплат. Существенной поддержкой являются субсидии на оплату услуг ЖКХ. Сейчас их в республике получают более 15 тысяч семей. Средний размер выплаты – 1800 рублей в месяц. 126 тысяч жителей старшего поколения получают выплаты и льготы, как ветераны труда и труженики тыла. Всего социальную поддержку жителям в республике оказывают по 70 различным направлениям. Мы средства предусмотрели более чем 7 миллиардов рублей. Все социальные обязательства перед нашими гражданами, перед участниками программы мы выполняем. Здесь никаких сбоев нет. Кроме того, с 1 апреля в России на 2,9% проиндексированы социальные пенсии. Их в Чувашии получают порядка 27 тысяч граждан. В среднем увеличение составило 224 рубля. Весна, наконец, берет свое столбик термометра на плюсовых отметках. А вот грипп пока не отступает. Врачи фиксируют рост заболеваемости. За прошлую неделю заболели более 9700 человек. Это в полтора раза выше так называемого среднемноголетнего уровня. По сравнению, с середины марта число заболевших увеличилось на 13%. Больше половины – дети. Минздрав республики ежедневно мониторит ситуацию. На этой неделе синоптики прогнозируют теплую погоду. Самое время для весенней уборки и подготовки к активному ремонту городских дорог. 752 миллиона на 33 городские улицы и один заездной карман. Асфальт в Чебоксарах продолжат укладывать по программе качественные и безопасные дороги. Сейчас администрация уже заключила 4 контракта с исполнителями. При ремонте дорог в 2018 году будет применяться положительный опыт прошлого года. То есть многоступенчатая система контроля захода в выполнение ремонтных работ. А именно специалистами технодзора МБУ управления ЖКХ благоустройства, специализированной организацией строительного контроля. Также инструментальная проверка передвижной дорожной лаборатории и представителями общественных комиссий. Благоустройство коснется и частного сектора. Как и в прошлом году, дороги там засыплют асфальтовой кружкой. Я обращаюсь к нашим депутатам, поработать с нашим населением по кругам и пойти по этим улицам, пройти у кого они есть и еще не засыпанной кружкой, провести беседу с нашими жителями и попытаться этот вопрос решить. С софинансированием объяснить, что такое софинансирование из прошлого года за 14 миллионов рублей, которую постелили, сумма была где-то 14,6 миллионов рублей. Сумма софинансирования составила всего 400 тысяч. То есть в принципе цены очень даже, стоимость софинансирования, условия очень щадящие для населения. Срок сдачи работ по договорам до 1 октября. Начнут активные дорожные работы, как только позволит погода. Тем временем синоптики прогнозируют тепло уже на этой неделе. Снег сойдет и можно будет приступить к весенней уборке. У нас на сегодняшний день несанкционированных свалок по территории города Шебоксары порядка 100. Где-то 2500 кубических метров мусора нужно будет вывести. Время от времени у нас появляется. Но, как Валерий Анатольевич говорил, мы еженедельно проводим проверки, контрольные проверки, два раза в неделю, в понедельник, в пятницу, для того, чтобы территория города не была захламлена. В конце этой недели православный мир встретит светлый праздник Пасхи. Главные торжества состоятся в храмах, церквях и монастырях, где в течение всей страстной недели, вплоть до 8 апреля, будут проходить богослужения. Торжественные литургии и крестные ходы запланированы в ночь 7 на 8 апреля. Традиционно эти мероприятия посещают более 6000 баксарцев, однако мы предполагаем, что в этом году это количество может возрасти до 10 тысяч. Возле двух соборов, а также храма новомучеников и исповедников российских установят пасхальные арт-объекты. В парке Николаево и Амазония 7 и 8 апреля запланирован пасхальный фестиваль. Тематические мероприятия организуют в учреждениях образования и культуры. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Продавал незарегистрированные лекарства. В этом обвиняют 32-летнего жителя Чебоксар. Делом занимается Следственный комитет. По версии следствия, в октябре 2016 года в городе Чебоксары обвиняемый зарегистрировал в одной из социальных сетей в интернете две страницы, на которых разместил объявление о продаже трех наименований лекарственных средств, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию и не состоящих в государственном реестре лекарственных средств. В последующем с указанного времени до марта 2018 года злоумышленник осуществлял их сбыт на территории города Чебоксары и Чувашской республики на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый полностью признал. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Следственный комитет просит обратить внимание. Прием подобных препаратов может быть опасен для здоровья. Водителя троллейбуса предварительно признали виновником ДТП в центре Чебоксара. Оно произошло 1 апреля на перекрестке улиц Карла Маркса и Держинского. По предварительной информации ГИБДД, троллейбус выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с иномаркой. После столкновения троллейбус оказался на тротуаре. Вот только очевидцы утверждают обратное. Якобы на красный свет выехала девушка, управляющая автомобилем. Есть и пострадавший пассажир с 1977 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Предварительным виновником ДТП в центре Чебоксара признали водителя троллейбуса. А за въезд на московскую набережную будут штрафовать. Систему фото-видеофиксации установят в районе центрального пляжа. Она будет не только фиксировать нарушения ПДД, но и использоваться в целях безопасности. Аукционы на закупку камеры объявила Чебоксара Телеком. Начальная цена 2 миллиона 80 тысяч рублей. Торги пройдут 16 апреля, а камеру должны подключить до 1 июня. Радар будет фиксировать проезд под знак «Движение запрещено» и «Превышение скорости». Есть здесь и свои тонкости. Например, этот знак не распространяется на транспортные средства инвалидов первой и второй группы, почтовые машины и транспорт организации обслуживающих предприятия в зоне знака. Данные с камер пойдут прямиком в центр автофиксации ГИБДД. Камеры собираются использовать не только как радар, но и для наблюдения за набережной. Сейчас на въезде установлена будка и шлагбаум. Кстати, знак «Движение запрещено» теперь находится не у самого монастыря, а это значит, площадь для парковки немного увеличится. В Ростове-на-Дону прошло первенство России по современному пятиборью среди кадет. Чувашию представляла Софья Самсонова. Она не заняла призового места, но достигнутые результаты позволили ей получить второй юношеский разряд. Сейчас Софья готовится к покорению новых вершин. Как проходят тренировки у универсального спортсмена? Что такое комбайн в многоборье? Смотрите в сюжете. Она твердой рукой держит пистолет, уверенно сидит в седле, виртуозно владеет шпагой, одинаково быстро плавает и бегает. Софье Самсоновой всего 15 лет, но за ее хрупкими плечами яркая спортивная жизнь. Современное пятиборье. Этот уникальный вид спорта она открыла для себя недавно. Фехтование, бег, стрельба, плавание и конкур. Каждая из дисциплин – полноценный олимпийский вид спорта. Комбайн или кросс, совмещенный со стрельбой – финальная и самая непредсказуемая часть соревнований. Приличная стартовая позиция, заработанная в первых трех испытаниях, победы не гарантирует. Важна и выносливость, и меткость, а главное – скорость. Человек пробегает три километра и всего три рубежа. На рубеже он стреляет пять мишеней, при попадании бежит дальше. Стреляем лазерным пистолетом. Он без пуль, поэтому безопасный. Без спорта Софья Самсонова себя уже не представляет. Спортом я начала заниматься с раннего детства. В семь лет родители меня пустили в большой теннис. После я начала ходить на плавание. После плавания мне очень полюбили с лошади, и я начала заниматься конным спортом. Три года я прозанималась, выполнила второй разряд. Сейчас я выступаю в категории кадеты «Б». Туда входит плавание, бег и стрельба. Бег и стрельба совмещены в комбайн. С 17 лет добавляется еще и фехтование, и с 18 начинается конкурс. Как рыба в воде. Спортивную форму Софья сменила на купальник. Плаванием она занимается пятый год. Говорит, за время своей водной карьеры были мгновения взлетов и падений. Но главное – это не отчаиваться и идти к намеченной цели. Воля к победе у нее в крови. Мотивацией для меня, наверное, служит желание развиваться. Также и поддержка родных. Мои родители были спортсменами. Вот всегда нравились их рассказы. Атмосфера соревнований, там, где они выступали. Я тоже хотела бы многого добиться, так же, как мои родители. Конкурс или преодоление препятствий на лошади – самый зрелищный этап пятиборья. Для того, чтобы прыгать через барьеры красиво и без помарок, необходимо чувствовать животное и быть предельно внимательным. Ведь перед прыжком лошадь развивает большую скорость, и нужно уметь удержать ее на дистанции. Любовь к этому удивительному животному сочетается в Софии со спортивным азартом и стремлением к победе. Федерация современного пятиборья в Чувашии была создана в конце прошлого года. Спортивной кузницей станет Новочебоксарская третья школа Олимпийского резерва. Там и планирует воспитывать пятиборцев. Мы надеемся, что благодаря Софии у нас вот этот спорт будет востребован здесь, в Чувашии, и будет развиваться. Здесь у нас созданы благоприятные условия, хорошая спортивная база, манеж, легкоатлетический 50-метровый бассейн, спортивные залы. Также есть в Новочебоксарске конная спортивная школа. Перед нашим спортивным комплексом поставили следующую задачу, чтобы мы подготовили спортивные площадки для фехтования и бег с стрельбой из лазера. Все это выведет Чувашский спорт на еще более высокий уровень. Первые соревнования в Чувашии состоятся уже 7 апреля. Пока это будет двоеборье или лазерран. Бег на дистанцию 3000 метров с четырьмя огневыми рубежами. Но со временем соревнования будут проходить по полной программе. Рифат Фаткулин, Денис Ноздрюхин, Республика. Сцена равных возможностей. В Чебоксарах прошел инклюзивный концерт, организованный обществом для людей с инвалидностью «Свобода». О свободе без границ в нашем сюжете. А что это вы здесь творите? О счастье, волк. Знаешь ли ты, красава твой, волк, волк, что такое счастье-то? Я давно и не задумывался. Что такое счастье? Лиса, бабочка, ворона, волк ищут ответ на извечный вопрос. И кажется, его находят. Мы с помощью этой сказки хотим показать то, что счастье внутри нас. Что счастье есть. Что можно быть счастливыми, несмотря ни на что. Главное найти эту искорку счастья внутри себя. Публика, которая приходит на наши концерты, она очень доброжелательная, очень дружная. И поэтому вот их такое отношение очень к нам доброе, теплое, искренне. Помогает нам действительно творить, верить в себя и побуждать других людей что-то делать. Этот концерт посвятили Всемирному дню счастья. На одной сцене артисты эстрады и люди с ограниченными возможностями здоровья. Они вместе играют роли, поют и танцуют. Лера Майорова на сцене выступает постоянно. К этому концерту их коллектив подготовил два номера. Мне нравится выступать, танцевать. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Артисткой. Свобода уже больше трех лет помогает особенным людям найти себя. Организация проводит множество мероприятий, начинает совместных походов в кино и заканчивая конкурсами красоты. Наличие инвалидности или каких-то там заболеваний, так скажем, не должно быть какой-то преграды для общения, для развития. Мы же все люди в первую очередь. И нельзя об этом забывать. И все наши мероприятия направлены на то, чтобы как раз подружить, объединить людей, вдохновить на подвиги и подтолкнуть тех людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, подтолкнуть их на самореализацию. Все эти люди убедительно доказывают, что термин ограниченные возможности весьма условный. Они живут полной жизнью, и этому у них стоит поучиться. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лонгина, Борис Андреев, Республика. Таким стал первый рабочий день этой недели. Я с вами прощаюсь до завтра. Ну а после выпуска в эфир выйдет программа «По существу». Тема злободневная. Речь пойдет о проверках торговых центров республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова